Дорогие друзья, с вами Яна Федорова. И в этом видео я хочу вам показать, какой интересный случай произошел со мной и еще с одним прекрасным цветочком. Вот какие тут у нас красивейшие цветы. Идем мы, значит, домой по дороге. И видим на обочине дороги такой интересный цветочек. Необычная окраска, коричневатая, горло почти черное. Здравствуйте! Какие интересные колокольчики, какие интересные, симпатичные, просто очаровательные. Вот она меня поразила тем, что коричневатая окраска, бежевая такая, цветков. Я говорю, о, смотри, какой красивый цветок, давай выкопаем, посадим к себе. Мы выкопали, принесли, посадили к себе. Говорю, название я этого не знаю, просто он меня поразил настолько своим очарованием. Стали мы искать в интернете, что же это за цветок. Долго-долго искали, наверное, часа два, и наконец-то нашли. Мы думали, что это какое-то редкое растение. Говорю, а вдруг мы что-то такое редкое краснокнижное нашли. Оказалось, что это растение называется белина черная. Вот так вот. Не что-нибудь притащили к себе, а белину. Точно, надо же было так ошибиться. Недаром, конечно, ее называют еще красавкой. Вон она какая красивая. Вот она и поразила меня своей красотой, вот этим и обманула. Вот какая коварная оказалась эта белина черная. Недаром ее прозвище красавка в народе. А латинское ее название Белла Донна. Белла это прекрасная Донна госпожа. Вот она, прекрасная госпожа. Проявилась во всем своем коварстве. Вот она уже завязала у нас тут, пока сидела несколько дней, коробочки с семенами. Бельна черная это двулетник. Первый год она наращивает просто вот это листья со стеблем, а на второй год она зацветает, и уже семена у нее появляются. Корень у нее наподобие такой морковки небольшой, когда мы выкапывали, мы это видели. Она ядовитая, все части растения очень ядовитые, поэтому нельзя, чтобы вот такой цветок оказался, если у вас есть дети или животные в огороде где-то. Вот если увидите такие цветы, я специально снимаю поэтому это видео, что мы вот так вот ошиблись. Ну ладно, у нас никто не пострадал, ничего не случилось. Мы ее просто сейчас вырвем и выбросим подальше. Ну вот если увидите вот этот цветочек, то не ошибитесь, это ядовитая черная белина как раз. Вот, будьте внимательны. Ну, прочитала я многое, перерыла весь интернет, смотрела разные видео, статьи читала, что это за белина, она используется и в лекарственных целях, ну, конечно же, только в наружном применении, только в наружном. Всякие примочки, припарки, отвары, компрессы из белины. Еще мне понравилась одна статья фитотерапевта, там, значит, она рассказывала, что собрать нужно семена вот этой белины. В общем, взять 100 грамм нерафинированного подсолнечного масла, щепотку семян и щепотку листьев высушенных белины. Все это перемешать и прогреть, просто нагреть на слабеньком, на слабенькой температуре, просто нагреть, не доводить до температуры кипения масла, а просто как бы прогреть, потом остудить, процедить, и вот это вот полученное как бы на белине масло, применять его в качестве растирания вместо мази, ну, как мазь, если болят суставы, поясница, там, всякие артриты, в общем, кости, костяные разные боли, поясницы разные, прострелы, осте, как же называется, шейный остеохондроз, вот еще там, что меня изинтересовало, потому что шея у меня постоянно простреливает. Я думаю, может быть, мне белиной полетится еще. Ну, в общем, вот такие новости. Вот так вот Яна Сергеевна посадила белину прекрасную. Такие новости.